Мы продолжаем подводить итоги ушедшего года. Чем запомнится 2022 год школьникам и педагогам Славинского района, нам рассказала начальник управления образования Елена Щурова. 2022 год был для нашей отрасли интересным и очень плодотворным. Безусловно, одной из самых главных составляющих нашей работы является укрепление материно-технической базы наших образовательных организаций. В 2022 году, благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания Казахского края Викторовича Чернявского и депутата Государственной Думы Ивана Ивановича Демченко, нам в район были привлечены средства в размере 43 миллионов рублей для проведения капитальных ремонтов. За эти средства нами отремонтированы 5 кровель в детских садах. Детский сад номер 7, 10, 13, 27. А также были отремонтированы окна и кровля в детском саду номер 26. Также в детском саду номер 40 поселка Забойского была введена новая группа на 20 мест. В рамках участия в государственной программе Краснодарского края развития и образования в этом году отремонтированы 3 пищеблока. В 23-й школе поселка Целинова, 28-й школе Станицы Анастасийской и 56-й школе поселка Рисова. Оборудование для новых пищеблоков приобретено за счет средств муниципального бюджета. В 8-й школе также за счет иных межбюджетных трансфертов был отремонтирован пищеблок. Оборудование приобретено за счет средств местного бюджета. Также более 150 видов работ ремонтных проведено в школах и детских садах при подготовке учреждений к новому учебному году. Все ремонты производились за счет средств местного бюджета. Порядка 53 миллионов на эти цели было выделено в этом году. Если говорить в целом об отрасли образования с точки зрения учебной и воспитательной роли, год был очень насыщен на победы и достижения. В этом году мы увеличили показатель по Всероссийской Олимпиаде школьников. 87% детей у нас участвуют в муниципальном региональном этапе. Наши два учащихся, Абаев Алексей, ученик 11 класса 3 школы, Киселев Александр, ученик 11 класса 12 школы, будут представлять район уже второй год подряд на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Мальчишки подарили нам долгожданную победу, они стали призерами заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Впервые за 10 лет наш район был удостоен такой высокой награды. По результатам мониторинга краевого, наш район вошел в топ-12 лучших районов, показавших наивысшие результаты в организации работы отрасли образования. Продолжение следует...